ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подробности продолжили искать криминальные следы Черновецкого-младшего в Испании и нашли немало интересного. И еще один анонс. Сразу после нашего выпуска в эфире ток-шоу «Черное зеркало». Последняя программа в этом сезоне, поэтому не пропустите. Говорить мы будем сегодня об итогах сезона политического. С какими результатами подошли к его концу мы с вами и политики? Кому от их деятельности жить стало хорошо? На темах «Черного зеркала» обязательно детальнее я еще остановлюсь позже, а пока подробности. И начнем мы с жуткой трагедии. Национальный праздник Франции. День взятия Бастилии. Теперь черный день календаря. 84 погибших, более 200 раненых, 50 человек в крайне тяжелом состоянии. Накануне вечером водитель грузовика протаранил толпу на английской набережной в Ницце. Потом открыл по людям огонь. Полицейские убили злоумышленника на месте. Хронологию ужасных событий вечера 14 августа в Ницце смотрите в сюжете. Тысячи людей на английской набережной в Ницце. Все собрались посмотреть праздничный фейерверк. В день взятия Бастилии салют всегда яркое шоу. Но то, что началось потом, стало настоящим кошмаром. На большой скорости в толпу врезался грузовик. Машина двигалась по набережной зигзагами, давя людей почти 2 километра. Все в панике начали разбегаться. Очевидцы говорят, это была настоящая мясорубка. Грузовик ехал на людей. Он всех давил. Всех. Охраны не было. Потом я услышал выстрелы. Там было столько людей на земле. Так много, что я пытался закрыть глаза и бежать, чтобы только не видеть всего этого. Это очень страшно. Немецкий журналист, свидетель трагедии, рассказал, что видел мотоциклиста, который пытался добраться до дверцы кабины грузовика, но упал прямо под колеса машины. Потом грузовик остановился, и водитель открыл огонь. Вот кадры ликвидации злоумышленника. А это последствия трагедии. Первые минуты после наезда. Перепуганные лица, множество погибших на асфальте. Среди них 10 детей. Есть иностранцы, граждане 8 стран. Один украинец. 50 детей ранены. Одна семья потеряла в толпе своего 8-месячного малыша. К счастью, его удалось найти после того, как родители разместили свой пост в Фейсбуке. Да, мы гуляли. И тут мой 7-летний сын сказал, смотри, мама, там еще петарды. А на самом деле это был грузовик. Многие люди говорили нам, уходите, уходите. Мы не понимали, в чем дело. Люди кричали, плакали дети. И слова моего сына, это был просто шок. В грузовике нашли документы на имя 31-летнего жителя Ниццы к тунисского происхождения Мохаммеда Лахуаеджа Бухлеля. Заместитель главного редактора израильского телеканала Channel One Амич Айштайн опубликовал в своем твиттере его фото. Грузовик злоумышленник взял в аренду несколько дней назад. Бухлель жил в северном округе Ниццы. Соседи говорят, был нелюдим, никогда не отвечал на приветствие. Бывшую жену Бухлеля уже задержали и допрашивают. Он был скрытным человеком. Когда мы проходили возле его дома, всегда закрывал дверь. За Бухлелем французские спецслужбы не наблюдали. Но полиции он был известен по делам о кражах и насилии. Следствие считает, мужчина заранее спланировал свои действия и искал возможных сообщников. Был ли Бухлель связан с террористами ИГИЛ пока неизвестно. О возможных терактах боевиков этой террористической группировки на европейских курортах еще весной предупреждали разведки сразу нескольких стран. Также было предупреждение о возможных терактах во время футбольного чемпионата Евро-2016 во Франции. А в конце мая на закрытых парламентских слушаниях директор французской внутренней разведки Патрик Кальвар говорил о том, что боевики исламского государства готовы изменить тактику своих нападений. К расследованию теракта в Ницце подключился Интерпол. Тем временем французы критикуют работу мобильного предложения САИБ, созданного при поддержке правительства для оповещения о готовящихся или совершенных терактах. Уведомления о нападении в Ницце пользователи получили спустя почти три часа после трагедии. Меры безопасности усилены по всей стране. Сегодня днем из-за неопознанного багажа в аэропорту Ницце провели эвакуацию. Несколько часов работа воздушных ворот города была заблокирована. В Ниццу прибыл президент страны Франсуа Оланд. Во Франции объявлен трехдневный траур. Светлана Чернецкая, Ольга Головина. Подробности телеканал Интер из Ниццы. Во время теракта в Ницце пропала группа детей из Германии. О судьбе более двух десятков несовершеннолетних весь день не знал никто. Их имен нет среди погибших, но и найденными правоохранители их не объявляли. Прояснилась ли их судьба к этому часу? Давайте спросим у Алексея Пшемыского, мой коллега на связи из Франции. Леша, ты направлялся в Ниццу, но долететь тебе не удалось. Скажи почему и ждем информации о судьбе немецких детей. Алексей, добрый вечер. Надеюсь, что вы меня видите и слышите, потому что из-за огромного скопления людей по аэропорту Шарк-де-Голе, где мы сейчас находимся, здесь очень плохой интернет. Вот там пришлось отойти, а место, где он работает немного лучше. Дело в том, что здесь повышенные меры безопасности. Например, чтобы выйти в город, очередь сейчас более 300 человек. И людям приходится стоять по несколько часов, потому что полиция и пограничники активно всех проверяют. Да, действительно, мы уже должны были быть в Ницце, но дело в том, что несколько часов аэропорт в Ницце был полностью закрыт. Всех людей оттуда эвакуировали из-за того, что в зоне получения багажа нашли подозрительную сумку. Но вот как сейчас нам уже сказали, аэропорт продолжил работать. Я надеюсь, что скоро мы туда попадем. Могу отметить, что не наблюдаем мы панику и какие-то либо волнения в самом аэропорту Шарля-де-Голля. Все остальные рейсы вылетают нормально по расписанию, но, конечно же, здесь очень большое число полицейских. Что касается детей, на данный момент пока что информации нет. Действительно, 28 школьников из Берлина пропали и до сих пор не нашли. Единственное, что на данный момент нам удалось узнать, это то, что во время этих событий погибла их преподавательница и что якобы двое детей из этой группы погибли. Могу отметить, что всего, по словам полицейских, погибло во время теракта 10 детей. Еще 50 несовершеннолетних находятся сейчас в больницах. Также отмечу, что французы, да и в целом, я думаю, люди во всем мире сейчас пытаются максимально помочь. В первую очередь тем родителям, которые не могут найти своих детей. В Твиттере, в социальных сетях сейчас массово репостят фотографии тех детей, которых не могут найти и просят всех, кто, возможно, их видел, сразу же откликнуться. Это вся информация на данный момент. Я надеюсь, что скоро мы попадем в сам город и тогда сможем рассказать вам больше. Алексей. Спасибо, Алеша. Будем ждать твоих материалов из Ниццы. Это был Алексей Пшемыски. Пока он включался с нами из Парижа, из аэропорта Шарля-де-Голля. Но хочу отметить, что в Ницце уже работает другая моя коллега, Светлана Чернецкая. Вы уже видели ее материал из Ниццы. И буквально с минуты на минуту обязательно выйдем с ней на связь. Узнаем самые последние новости из города, охваченного паникой. Мировые лидеры заявили о своей поддержке Франции и выразили соболезнования семьям погибших. Барак Обама и глава Госдепа США Джон Керри, Ангела Меркель, британский премьер и лидеры Евросоюза все осудили теракт на Лазурном побережье. К зданиям посольства Франции почти во всех европейских странах и США люди несли сегодня цветы и лампадки. В Киеве, у посольства Франции, в Украине тоже цветы, свечи и детские игрушки. Приспущены флаги. Люди начали приходить сюда еще ночью и до сих пор идут. Почтить память жертв теракта в Ницце прибыл и президент Порошенко. Глава государства возложил цветы, встретился с послом Франции и оставил запись в книге скорби. Выразить поддержку французам пришли также премьер Владимир Гройсман и другие политики. Для нас очень важно, чтобы вы пришли, чтобы премьер-министр и министры пришли сегодня, чтобы нам показать, что мы вместе еще раз, еще раз. Очень благодарю вам. Украина плечо общежь с нашими французскими братами, партнерами, готова докладать всех усилий для борьбы с терроризмом. Наша позиция абсолютно чутка. Нас не залякать. Мы не боимся. И ценности, которые нас объединяли, ценности французской революции. Свобода, ревность, братерство, либерте, эгалите, fraterните и базовыми ценностями. Мы сумуем и співчуваем народу Франции и тем, кто загинал. За это нужно карать всех, кто до этого причетный, кто поддерживает эти все руки. Нужно остановить эту жахливую навалу агрессии и убийств. Встревожились после событий в Ницце во всей Европе. В Великобритании экстренно созвали Комитет по безопасности. Что там решили и как европейские страны намерены противостоять террористам, мы узнаем у Оксаны Кундеренко. Она на прямой телефонной связи с нами из Лондона. Оксана, я тебя приветствую. Какие решения приняты после вчерашней атаки? Прошу. Добрый вечер, Леша. Действительно, Лондон это одна из тех европейских столиц, которые в последнее время избежали терактов, но вероятность атак особенно велика. Ведь количество приверженцев и исламизма и местных, и приезжих здесь растет. Местные спецслужбы усиленно работают, это не секрет. И вот после новостей из Ниццы, прям ранним-ранним утром, до всех запланированных встреч, новый премьер Тереза Мэй созвала экстренное заседание Комитета по безопасности Кобра. Уровень угрозы здесь, в Соединенном Королевстве, и так поднят до серьезного. Это значит, что нападение террористов может произойти в любой момент. Сегодня силовики решали, какие меры предпринять в ближайшее время, а наша полиция и службы безопасности и так на чеку. От слов солидарности и сожалений, местные чиновники очень быстро перешли к конкретным действиям. По указке мэра Лондона, парламентские и правительственные кварталы теперь за специальными заграждениями. Барьеры должны помешать, вот именно если автомобиль попытается протаранить здание. Бюджет столицы на меры безопасности во время общественных мероприятий сегодня увеличили. А новоиспеченный министр иностранных дел Борис Джонсон вчера только был на торжественном ужине во французском посольстве, а сегодня ездил туда уже выяснять информацию о погибших и пострадавших британцах. Естественно, это постоянная угроза для всех нас, для всей Европы, и мы должны противостоять ей вместе. В Европе мы должны встретиться. В аэропортах тоже увеличилось количество людей в форме и с оружием. Уровень национальной тревоги подняла соседняя с Францией Бельгия. Словом, ни одна европейская страна не может быть уверена, что ей удастся избежать подобных нападений. Спасибо, коллега. Это была Оксана Кундеренко. Реакции и Лондона, и Великобритании, и всей Европы на случившееся вчера в Ницце. Проанализировать причины трагедии и спрогнозировать развитие ситуации пытаются в Соединенных Штатах. Детальнее узнаем у нашего корреспондента Юлии Мендель. В США со вчерашнего вечера почти все новости о трагедии в Ницце. Президент Обама уже пообещал, что Америка поможет Франции в проведении расследования. А кандидаты на постглавы государства Дональд Трамп и Хилари Клинтон уже заявили, что это война. Кстати говоря, Дональд Трамп даже перенес на завтра конференцию по оглашению вице-президента в случае своей победы на выборах. Каждые полчаса по СНН показывают подробности трагедии и приглашают все новых экспертов. По всему миру транслируют заявление президента Оланда о том, что Франция не становится в своей борьбе с терроризмом и еще активнее будет действовать в Сирии и Ираке. Эксперты сходятся во мнении, что именно это является основной причиной, почему Франция стала одной из главных мишеней для террористов. То, что случившийся теракт, уже ни у кого не вызывает сомнений. Мотивы водителя-убийцы в Ницце еще должны быть установлены. Но уже ясно, что мы противостоим идеологии, которая создает бесконечное количество фанатиков, готовых убивать. Использовав один метод для убийства, будь то угон самолета или установка бомбы, они находят другой. Поэтому речь идет не просто о повышении мер безопасности, нужно говорить об опровержении самой идеологии. Хотя ранее от ИГИЛа поступали угрозы о новом теракте, тем не менее ответственность за трагедию на себя еще никто не взял. Но в соцсетях активно распространяется картинка. Эйфель во башне в огне, а рядом джихадист с ножом. Западные медиа считают, что так ИГИЛ может праздновать после теракта. А сотрудница арабского телеканала Алиан Джинан Мосса, известная тем, что изучает списки террористов ИГИЛ по всему миру, сообщила, что 31-летнего водителя-смертника в Ницце, чье имя предположительно Мохаммед Лахуэйадж Бухлель, в ее перечне нет. Юлия Медель, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. О страшной трагедии во Франции мы обязательно поговорим сегодня и в программе «Черное зеркало». Узнаем, кстати, последние новости из Ниццы у Светланы Чернецкой, как в эфире ток-шоу, так и немного позже в подробности. Ну а на «Черном зеркале» попытаемся разобраться, как изменился мир за последние годы и возможно ли повторение подобного ужаса у нас здесь, в Украине. Пока к другим темам выпуска. Скандал с отмыванием денег в Испании и сыном экс-мэра Киева Степаном Черновецким набирает новые обороты. Главным фигурантом избрана мера пресечения, а следы офшорных денег, похоже, ведут в Киев. Продолжит Елена Зорина. Арест без права залога. Именно такое решение принял сегодня суд Барселоны. Наказание для семи задержанных за отмывание денег, в том числе и для Степана Черновецкого. Еще у одного задержанного, он гражданин Испании, забрали паспорт и запретили покидать страну. И вот как отреагировали на эту новость в украинском МИДе. Четверо граждан Украины. Все зависит от безперечного законодательства Испании. Сейчас они будут пребывать под вартою. Это может дать год, два, но все зависит от безперечного самого следствия, от прокурора и от вымог законодательства национального. Вот этот дом, где и задержали Степана Черновецкого по утверждению правоохранителей, был приобретен за отмытые деньги. Это недвижимость в небольшом городке Сагоро. Один из самых дорогих курортов Испании. Рядом яхт-клуб и в шаговой доступности красивейший пляж в Европе. По соседству живут звезды шоу-бизнеса, футбола, испанцы, швейцарцы, французы. Стоимость домов здесь достигает 10 миллионов евро. У Степана Черновецкого деньги водились. Но на мафиозе он не был похож. Это нам рассказал охранник комплекса. И якобы этот дом не покупал, а арендовал. Несколько лет назад он жил тут, немного дальше. Но этот дом он арендовал на протяжении последних двух лет. Жил с семьей. Но как и чем занимался за забором, ничего не видно. Их дом в глубине, только машины видел. Кстати, в доме сегодня есть люди, но общаться с прессой не хотят. И вот интересная деталь, на которую указал сегодня суд, избирая меру пресечения для задержанных. Деньги, а это как раз 10 миллионов евро, не из отмывания капиталов, а от продажи одного украинского банка. Речь, скорее всего, идет о правах с банки, где Степан Черновецкий долгое время работал и даже был главой наблюдательного совета. В 2008-м банк купили итальянцы. Возможно, украинские правоохранители скажут больше. По испанскому законодательству арестованным грозит до 6 лет тюрьмы, плюс штраф в трехкратном размере от отмытой суммы. А это 30 миллионов евро. Из Испании Елена Зурина, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. В ГПУ арест Степана Черновецкого и киевский след офшорных денег не комментируют. Зато генпрокурор рассказал некоторые детали о делах Черновецкого-старшего. В Украине в связи со скандально известным градоначальником есть сразу несколько закрытых уголовных дел в столичной прокуратуре. Здесь есть несколько старых, в основном закрытых прав по деятельности пана Черновецкого-старшего на посаде городского главы города 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 Киева, который сейчас активируется. И именно в следующий неделю я получу службовый апорт новопризначенного прокурор города 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 Киева про стан старых, как сдавалось, забутых справ. Надеюсь, что не только испанская, но и украинская Фемида скажет свое слово. 2 миллиона гривен залога или 2 месяца ареста. Соломинский райсуд Киева избрал для бывшего замдиректора предприятия Укрзалезничпостач Романа Кравчука меру пресечения. Суд частично удовлетворил ходатайство НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуры. Обвинители просили залог в 20 миллионов гривен. Именно в такую сумму оценили ущерб, нанесенный чиновниками от приобретения продукции по завышенным ценам. Подозревается о распределении государственных денег, вымывании денег из Укрзалезницы. Мы просили 20 миллионов гривен, чтобы ответила сумма заставы, сумма за подъемных избыточек, чтобы можно было сподеваться на належное выполнение своих процессуальных обязанностей. По этому проведению, что фигурует близко 20 закупов на сумму до миллиарда гривен, также будут по дальнейшему затриманным. Еще одно судебное решение. 60 суток под стражей или выход под залог, но уже гораздо больший, для экс-чиновников Нацбанка Алексея Ткаченко и Романа Яковлева. Сумма залога 20 и 10 миллионов гривен соответственно. Такое решение накануне вечером вынес Голосеевский суд Киева. Пока деньги за Ткаченко и Яковлева никто не внес, они находятся в СИЗО. Адвокаты задержанных намерены обжаловать судебное решение. Напомню, бывшего замглавы НБУ и экс-руководителя департамента банковского надзора подозревают в махинациях почти на 800 миллионов гривен. По данным ГПУ, чиновники действовали в интересах преступных схем Арбузова, Януковича и Курченко. И еще одни слушания. Соломенский суд избирает меру пресечения задержанным накануне первому заму главы «Нафтогаз» Сергею Переломе и замдиректора ОПЗ Николаю Щурикову. Кто приезжал на заседание и что решил суд, расскажет Анна Каменева. На 9 утра в Соломенский суд съезжаются журналисты, адвокаты, антикоррупционные прокуроры и народные депутаты. Парламентскому заседанию предпочли судебное. Написали и передали через адвокатов клопотание. Я особо готов взять на поруки оба двух подозреваемых в этом криминальном проведении. Заседание начинается почти через 5 часов. Журналистов в зал не пускают. Штурмовая рота 24-й. Почему вы заходите на секунду? А кем это стационарно? А кем это портового завода? Погода пропустила. Что за залезание? Да, мы должны так его на мне. Закрываем. 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 В итоге журналисты все же зашли. Первым слушает дело замглавы «Нафтогаза» Сергея Переломы. Его вместе с замом директора Одесского припортового завода Николаем Щуриковым подозревают в растрате имущества ОПЗ на сумму 205 миллионов гривен из-за махинаций с газом. Оба дела слушает один судья Андрей Макуха. Ему адвокаты сразу объявляют отвод. На данный момент судья Макуха сам перебывает поселестом под бомбом к криминальным проведениям. Отримание задавания хабаря. Другое проведение проводится в Национальном афтокрупционном бюро Украины. Постановление заведомо неправосудного выроку решения ухвалы. В отводе судья отказано. В перерыве к суду подъезжает глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Общается с адвокатами и нардепами, но с прессой говорить отказывается. Расскажи, пожалуйста, я просто так иду. Я не помогу. Тем временем адвокаты и депутаты утверждают, подозрения необоснованы. В пример приводят проверку ОПЗ Госфининспекцией. Проверка опровергает возможность хищения этого имущества. Это кому-то выгодно подобного рода подозрения. Я думаю, что здесь просто идет, скорее всего, борьба за ОПЗ как таковой. Исходя из тех заявлений, опять же, в средствах массовой информации того же Саакашвили, который я видел, по всей видимости, это выгодно тем лицам, которые находятся в Одессе. Все было сделано для того, чтобы продаж одесского припортового завода не отбывался. Эти арешты – это прямой сигнал инвесторам для того, чтобы участие в конкурсе на купивлю одесского припортового не брать. Только ближе к вечеру суд начал избирать меру пресечения подозреваемым. Заседание еще продолжается. Анна Каменева, Василий Минутщиков, Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер. Превратятся ли эффектные задержания в эффективное судебное разбирательство? Которую неделю мы с вами наблюдаем сериал с арестами. Но что будет дальше? Откупятся, сбегут или сядут его главные герои? И достанется ли народу наворованное? Ответы попытаюсь узнать во время программы «Черное зеркало». Эфир сразу после подробностей. В Киеве сегодня задержали скандально известного киевского застройщика. Анатолия Войцеховского. Подозревают его в совершении целого ряда преступлений. Больше знает Егор Логинов. По данным следствия, Войцеховский и его подельники только за период с 2012 по 2014 год захватили в Киеве 42 земельных участка и начали на них строительство. Нелегально построенные здания незаконно регистрировались в госреестре недвижимого имущества и вводились в эксплуатацию по поддельным решениям судов. По подробным документам, або без документов, здействовавшись строительство жилых будинок, после чего продавал эти жилые помещения гражданам Украины. На установленные факты, что они продавались, одна квартира, несколько человек. По оценкам следствия, деятельность преступной группы Войцеховского нанесла государству ущерб на сумму 14 миллионов 700 тысяч гривен. Кроме того, скандального застройщика подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 12,5 миллионов. Перед судом было уничтожено вопрос о накладывании ареста на больше, чем на 20 объектов незавершенного строительства. Суд задовольнив колпотания следствия и прокурора. И я признаю, что большая часть из этих колпотаний стоит в себе требовать прекратить незаконное строительство. Суд также арестовал имущество самого Войцеховского на сумму более 200 миллионов гривен. Меру пресечения бизнесмену планируют избрать завтра в Печерском суде. Егор Логинов, Игорь Сулий. Подробности телеканал Интер. В Киеве и Бахмуте сотрудники генпрокуратуры и СБУ задержали двух прокуроров. Они требовали взятку у подозреваемого в госизмене бывшего депутата Крыма Василия Галныша за то, что поменяют статью на менее тяжкую. В 2014 году Галныш, по версии следствия, голосовал за референдум о статусе Крыма и тем самым способствовал посягательству на территориальную целостность Украины. Прокуроры требовали у экс-депутата 45 тысяч долларов США. Сторговались, кстати, на 15. Обоим прокурорам уже объявлено о подозрении. А вот в громком деле Укргазвы добывания прокуроры пока пошли на попятную. Документ о подозрении нардепу Александру Онищенко вернули на доработку в Национальное антикоррупционное бюро. В то же время сам Онищенко уже прокомментировал ситуацию на своей странице в Фейсбуке. По его словам, у газового дела, связанного с ним, цитирую, хромает фабула. Утверждает, компания, которую связывают с его именем, не присваивала государственный газ, а купила его и могла распоряжаться по своему усмотрению. Уголовное производство против еще одного нардепа Олега Ляшко. ГПО открыло его по факту угроз лидера радикалов в адрес прокурора Черниговской области Виктора Носенко. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Она же сообщила, причиной стала обнародованная в СМИ видеозапись телефонного разговора Ляшко с Носенко. Лидер радикалов угрожал сотруднику прокуратуры и нецензурно выражался в его адрес. В ГПУ уже начали досудебное следствие. Ляшко обвиняют по двум статьям сразу. Угроза насилием работнику правоохранительных органов и влияние на него с целью добиться незаконного решения. Последний день перед отпуском. Впереди у депутатов полтора месяца каникул. Напоследок слушали генпрокурора и министров, но больше думали об отпуске. Кто и куда отправится отдыхать и как испортили торжественное закрытие сессии. Подробности в сюжете. Сочувствие французскому народу и минута молчания в память о погибших. Так депутаты начинают последний сессионный день. Впрочем, зал полупустой. Зато в правительственной ложе полный состав гадмина. Но в начале доклад генпрокурора. Юрий Луценко с трудом пробираясь к трибуне рассказывает о расследовании Иловайской трагедии. Все детали следствия под грифом «секретно». Депутатам Луценко обещает открыть доступ к гостайне. Но их это, похоже, мало интересует. Как и присутствие министра в зале. Несколько вопросов о тарифах, субсидиях, по поводу повышения зарплаты, пенсий, камень в огород премьера. Наша ответа к популистам. В 2008 году, 31 сентября, был подписан меморандум с Международным валютным фондом. Вот хочу сказать вам с этой трибуны. По сегодняшний день я не подписал никакого меморандума, шановные коллеги, никакого. А вот есть подписи, в частности, премьер-министра Украины Юлия Володимировна Тимошенко. Вот он подписан. В пункте 17. И дозвольте, я вам его зачитаю. Это то, что подписала Юлия Володимировна. Для того, чтобы обеспечить длительную базу для продолжения здорового финансирования, а также порядкувать финансовые стосунки НАК «Нафтогаза» с бюджетом до конца 2011 года, мы, уряд, сравниваем цены на газ внутреннего производства и цены на импортованный газ. А в кулуарах подводят итоги работы самих нардепов за полгода. И все важные законы снова отложили. Теперь уже до осени. За шесть месяцев, которая продолжает сессию, принята в виде законов 95. Это свидетельствия неэффективности работы парламента. А самое главное, что этих законов очень низко, потому что левая часть их – это политические или идеологические вещи, которые сегодня общество мало турбует. Парламент так працювать в стране, которая находится в кризисе, не имеет права. Если рассчитать эффект от этих законов, он, по сути, доревняет нулю. Работа Верховной Рады во время этой сессии была абсолютно неэффективной. Вопрос об отмене каникул даже не вносили в повестку дня. У депутатов уже все распланировано. На начале серпня я бы хотел в Карбаре, или в Хрисонщину поехать. Я живу на Малевнищей Буковине, и там самый лучший предпочтение для меня. Я все-таки люблю путешествовать, и я поеду в Семь-Росе, в Грецию. Тут достаточно людей, которые уже имеют и опыт, и возможности. Мы не будем этим привлекать, сказать, что они такие все бедные, будут сидеть на своих округах, в своих громадских приниманиях. Я в это не верю. Пока одни решали, куда в отпуск полететь, у других – разбор полетов дня вчерашнего. А именно запуск дрона, фиксировавшего кнопкодавство. Владимир Поростюк в словесных баталиях сошелся с Ириной Герасченко. Вы вчера сказали, что Игорь Луценко – это проходимость, это герой Майдана. Если у нас уже нет законных методов бороться с кнопкодавами, то мы запускаем без пилотников. А вы только умеете переходить на личности. Так же я порушу регламенту – это брехать своим выборцам, каким эти депутаты, которые пришли под демократическими гаслами, в этой зале были вагитные женщины, над которыми летал ваш дрон. Так поступают проходимцы. А после криков гоньба в присутствии десятка депутатов спикер закрыл сессию и с гордым видом покинул зам. Ольга Рызер, Ирина Романова, Владимир Самченко, Алексей Шматов. Подробности – телеканал Интер. Все зрады и перемогы этого политического сезона обсудим с гостями «Черного зеркала». Сессия депутатская, конечно, была яркой. Не дать, не взять. И нам очень интересно было наблюдать за этим шоу с мордобоями, блокированиями и даже дронами. Но вот кто платит за такие представления? И чем? Кроме гигантских тарифов, нищенских пенсий и мизерных зарплат. Обо всем спрошу у главных героев этого шоу в эфире «Черного зеркала». Начнем в 21.00. Компания по промежуточным выборам Верховную Раду на финишной прямой. Они состоятся уже в это воскресенье. Интригующим день голосования обещают быть Днепре. Там у главных претендентов на депутатский мандат в округе 27 сразу по три двойника с такими же именами и фамилиями. Поэтому, говорят эксперты, в эти дни избирательной штабы все усилия направили на рекламу отчества своего кандидата. Бюллетень будет больше похож на головоломку. Почему? Потому что есть двойники персональные, есть двойники идеологические. С одной стороны, оппозиционный блок заявил о поддержке красного основы таких загидок. С другой стороны, есть люди, которые баллотируются, используют и цветовую гамму, и название оппозиционного блока. Те люди, которые сегодня хотят перемен к лучшему, которые недовольны тем уровнем жизни, который сегодня есть в нашей стране, у них есть один выбор. Это голосовать за единого оппозиционного кандидата. Мы боремся за низкие тарифы, когда мы боремся против коррупции, когда мы боремся за реформу в жильщно-коммунальном хозяйстве, когда мы боремся вместе в Верховной Раде за повышение пенсии и заработных плат. Вот это и есть битва за днепр. Обеспечить честные выборы 17 июля требуют оппозиционеры. Депутаты обратились к международным организациям и представителям европейских государств с просьбой взять под контроль проведение голосования. По словам политиков, последние недели предвыборной кампании показали, что в некоторых округах хотят сфальсифицировать результаты выборов. Вернемся к главной теме минувших суток. С событием в Ницце. С нами на связи моя коллега Светлана Чернецкая. Мы установили с ней телефонную связь. Света, я тебя приветствую. Мы открывали выпуск с твоим сюжетом о событиях в Ницце. Прошу дополнить, что тебе известно, как живет город сейчас и, возможно, есть какие-то обновления информации. Да, Леша, я сейчас нахожусь на Английской набережной. Это место, где произошла эта ужасная трагедия. Здесь очень много журналистов. Полностью очень сложно как-то вырваться в эфир, поэтому приходится включаться по телефону. Но я хочу рассказать о том, как живет сегодня город. Здесь очень тихо и спокойно. Сама Английская набережная полностью перекрыта. Полиция отделила место происшествия забором. Но вот мы можем видеть прямо за ним, можем разглядеть грузовик и даже увидеть отверстие от пуль на лобовом стекле грузовика. Так полицейские пытались остановить водителя, а он тоже отстреливался. Пока что эти несколько километров очень популярной среди туристов набережной остаются закрыты. Людей не пускают на пляж. Закрыты магазины, кафе, рестораны. Даже в отеле людей пропускают только по карточкам и документам. И до каких пор все будет перекрыто, пока неизвестно. Работает судмедэксперт и идет расследование трагедии. Вчера здесь собрались на этой набережной где-то около 30 тысяч человек. И, конечно же, когда начался теракт, то праздник перетворился в хаос. Здесь творилось сумасшествие. И мы поговорили с украинкой, которая здесь была в это время. Она все видела своими глазами. Я предлагаю послушать, о чем она рассказывает. Нет, никто не понимал, что конкретно происходит. Очень у всех разные были мысли по поводу того, что это может быть. Потому что люди были напуганы новостями еще во время футбольных матчей. Вот, например, сбежал один барин с очень огромным рюкзаком на спине. И кто-то крикнул просто бомба. И все от него просто отбежали в разные стороны. Хотя это был, видимо, просто турист. Все кафе, столы, стулья, все было разбито, разрушено. Многие кафе принимали у себя помещение. И были оборудованы вот такой экстренный госпиталь. А мы, да, все бежали куда могли. Прятались в туалете, на кухне. Вот. Здесь было немало украинцев. Нам известно, что один наш коотечественник точно погиб, пока его имя не разглашают. И двое получили ранения. Один из них, после предоставленной помощи, его отпустили из больницы. Второй – это Влад Костюк. Это студент из Винницы. Он учится в университете Калифорнии. Ему сделали операцию на ногах. И, в принципе, обещает отпустить уже сегодня к вечеру. Сейчас в больницах остаются около 200 человек. И наши дипломаты держат ситуацию на контроле. Я предлагаю послушать, что говорят представители посольства Украины во Франции. Света, скажи, а взял ли кто-то ответственность за теракт? Уже известна эта информация или нет? Да, вот ситуация очень странная. ИГИЛ пока не спешит брать на себя ответственность за теракт. Ежедневно у них выходят новости на радио, в которых они обычно подтверждают свою причастность к терактам. Вчерашний теракт в НИТО они сегодня просто проигнорировали, даже не вспомнили о нем. Но вот очень интересная информация, что этот теракт произошел точно по сценарию, о котором террористы говорили месяц назад. В своем пропагандистском ролике приверженцы ИГИЛ призывали использовать грузовики для терактов. То есть именно то, что случилось вчера. Ну и хочу также рассказать, что президент Франции Франсуалан сегодня срочно прибыл в НИТО. Он навестил раненых в больницах и сразу же направился в кризисный центр, проконтролировать ход расследования. Давайте послушаем, что он сказал. Мы приносим свои соболезнования родственникам погибших. Раньше я говорил, что погибло 80, а теперь стало известно. 84-50 человек в крайне тяжелом состоянии. Ну и еще скажу, что День взятия Бастилии это национальный праздник во Франции. Его начали праздновать еще с понедельника. Такие же салюты были и в Каннах, и вот в Чаровнице. И сегодня эстафету должен был перенять Марсель. Город расположен в 200 километрах отсюда. Но, конечно же, после того, что случилось, все празднования отменили. И в стране будет траур на три дня. Леша, пока у меня все. Но я знаю, что мы встретимся с тобой еще в Черном Зеркале. Я как раз хотел, что не хочу с тобой прощаться. Спасибо за эту информацию. В Черном Зеркале мы с тобой обязательно уже пообщаемся. Не по телефону, а вживую. Зрителям просто напомню, не пропустите эфир программы в 21.00. Ну, а это была пока Светлана Чернецкая. С последними новостями из Ниццы будут и еще в Черном Зеркале. Напоминаю. И еще одна деталь, которую я могу добавить. Журналисты одного из каналов пытались взять интервью у родных террориста на его родине, в Тунисе. Дом находится в городке Мсакин. Отец Мохаммеда отказался что-либо комментировать. А вот родные, вооружившись холодным оружием, потребовали от репортеров немедленно уйти. Вот такая вот семья. Пожар на военном полигоне Гончаровская. Это Черниговская область. Возгорание произошло в обед. Удалось ли его локализовать и затронул ли огонь боеприпасы? Сейчас на месте работает мой коллега Руслан Смещук. Руслан, приветствую. Ждем от тебя самую последнюю информацию. Алексей, вот на данный момент сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям все еще пытаются погасить пожар поблизости Гончаровского полигона. И он находится на расстоянии примерно в 25-30 километров от Чернигово. Горит около 20 гектаров леса и на борьбу с огнем брошены значительные силы, в том числе и пожарная авиация. Гончаровская область Сейчас здесь, в Черниговской области, стоит жаркая, сухая погода, так что возможной причиной возгорания стало неаккуратное обращение, неосторожное обращение с огнем. Также местные жители рассказали нам, что еще утром слышали со стороны полигона взрывы и залпы, там идут военные учения. И это также могло стать причиной возгорания. Ну что стреляло с рамку. Ну, сейчас в 11 дым начало идти. Уже видно было, что где-то что-то горит. Может, полдвенадцатого, где-то около двенадцати. Так что мы до этого вроде привыкли уже. Хочу отметить, что местные жители на происходящее реагируют достаточно спокойно, паники нет. Ну, то есть снаряды и боеприпасы не взрываются. Также отсутствует один из главных признаков масштабных лесных пожаров. Это сильное задымление окрестностей. Воздух здесь чист. Похоже, что спасателям удалось локализировать очаги возгорания, локализировать места возгорания. Алексей. Спасибо. Руслан Смещук о пожаре на полигоне в Черниговской области. Джон Керри завершил переговоры с Лавровым и Путиным в Москве. Что известно о результатах и как стороны прокомментировали урегулирование конфликта на Донбассе, продолжит Данил Русаков. Встреча госсекретаря США и министра иностранных дел России прошла еще в первой половине дня. Из приветственной речи стало известно. Минувшим вечером Джон Керри уже провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. Продолжались они до часа ночи, правда без телекамер. Результаты встречи неизвестны. Во время протокольной съемки глава российского МИДа лишь ограничился словами, беседа была продуктивной. Жертв теракта в Ницце почтили минутой молчания, а потом перешли к повестке дня. Это анонсированный ранее вопрос выполнения минских соглашений и Сирия, а также Нагорный Карабах. Рассчитываю на полготворный разговор, в том числе и по нашим двусторонним делам, которых вы вчера касались на встрече с президентом Путиным. Основным инкубатором таких террористов является Сирия. Я думаю, что сейчас весь мир возлагает надежды, чтобы максимально быстро были предприняты шаги для эффективной борьбы с терроризмом. Джон Керри также добавил, что Сирии вопрос Ближнего Востока не ограничивается. На повестке дня арабо-израильский конфликт, а также ситуация в Йемене и Ливии. Отдельно представитель Белого дома упомянул и Украину. Основным инкубатором таких террористов является Сирия. Я думаю, что сейчас весь мир возлагает надежды, чтобы максимально быстро были предприняты шаги для эффективной борьбы с терроризмом. Остальное осталось за закрытыми дверями. Правда, накануне визита Джона Керри в Москву американская пресса сообщила, якобы США хотят предложить России некую спецоперацию на Ближнем Востоке. Судя по публикациям, Вашингтон-Пост речь идет о неком восьмистраничном документе. В нем предложение наносить совместные авиаудары по позициям ИГИЛ. Впрочем, сам госсекретарь отказался комментировать наличие проекта соглашений. Газета также сообщает, в качестве плана «Б» в Америке рассматривают масштабную операцию против сил Асада с участием войск Саудовской Аравии. Но идти на открытую эскалацию, как полагает автор заметки, в Белом доме не сильно хотят. Принесут ли результаты эти переговоры и какие действия по итогам встречи предпримут Москва и Вашингтон, станет известно уже в самое ближайшее время. Данил Русаков, Сергей Ведмить, Московское бюро, телеканал Интер. Боевики ведут огонь по Широкиному, используют запрещенные минометы и артиллерию. Напряженная обстановка и в пригородах Донецка, Марьинки и Красногоровке. Там тоже используют тяжелые орудия. Все подробности у нашего военкора Вениамина Трубачева. Прилетает в само село? Везде. Тут уже немае мест, куда они прилетают. Везде опасно ездить, да? Да. Пока временное затишье, военные осматриваются, ищут новые воронки. Несколько снарядов попали в частные дома. Еще десяток вблизи позиций. Это стадион в Широкино. Здесь, конечно, все вокруг разрушено, но боевики накануне снова обстреляли эту территорию. Несколько мин попали прямо на футбольное поле. И вот новые воронки. Противник применяет хитрую тактику, говорят военные. Стреляют сразу с нескольких позиций, чтобы трудно было определить огневые точки. Есть разрывы от 80-х, от 120-х мин и от 122-го калибра с полной. То есть артиллерия используется по полной, да? Да, артиллерия используется. Артиллерия в основном работает ночью, а днем снайпер. Поэтому на передовой из укрытия бойцы стараются не выходить. Снайпер пострелял по глазу пару раз. А это уже пригород Донецка, Красногоровка. Боевики здесь тоже ведут огонь из минометов и артиллерии. Бойцы собрали целую коллекцию хвостовиков и осколков. Это обычная 80-ка. Это самое меньшее, которое мы не очень там и боимся с этих 80-х. Боевики побольше прилетают и 120-е, и иногда была и 152-й калибр прилетел. Пока мы записывали это интервью, начался обстрел. Боевики открыли огонь по соседней позиции. Бойцы говорят, что в любой момент может прилететь и сюда. Здесь противники укрепляются, говорят бойцы. Они видят, как боевики роют новые окопы и строят блиндажи. Но открывать первыми огонь по ним запрещено. Вениамин Трубачев, Даниэль Косаковский и Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Донецкая область. Прифронтовые районы требуют от центра увеличивать финансирование на ремонт важнейшей инфраструктуры. Там и до проведения АТО дела обстояли не лучшим образом. Теперь же сети и дороги в критическом состоянии. Трасса под Новопсковом изношена на 70%. А объемы дорожных работ просто минимальные. Деньги в Раевтодор практически не поступают. Центр Киев должен обратить внимание на этот вопрос. Обязательно должен обратить внимание на этот вопрос. Потому что так дальше нельзя. Есть предприятие, работает, оно в структуре укравтодора. Значит, давайте финансирование, начинаем работать, начинаем ремонт дорог. За три года, за последние три года нормального ремонта не было. Я еще не говорю о капитальном ремонте. Я говорю о нормальном, среднем или хотя бы ямочный, элементарный ремонт сельских дорог. Надо сделать, потому что идет сплошное разрушение. В Римненской области новый прокурор. Представить его приехал глава ГПУ. Вместо Анатолия Ковальчука, его Юрий Луценко уволил на прошлой неделе, руководить регионом теперь будет Олег Соболь. Он из Львовской области, там работал заместителем областного прокурора. Еще во время янтарной спецоперации Луценко пообещал, новым главой ведомства будет человек, который не имеет в Римненской области никаких связей. Первое, что должен сделать Олег Соболь, сменить состав не только областной, но и районных прокуратур. На это Юрий Луценко дал ему неделю. Дело о мукачевской перестрелке. Из суда опять вернули в ГПУ. В чем причина? Выясняла Марина Коваль. На скамье подсудимых четыре представителя правого сектора. Их обвиняют в терроризме и создании преступной группы. Напомню, в прошлом году подозреваемые решили, по их словам, бороться с контрабандой. Дошло до применения автоматов и гранатомета. В результате перестрелки погибли два человека. Заседание начинается с многочисленных ходатайств. Адвокаты требуют заменить всех судей, потом и прокуроров. Затем адвокат одного из подсудимых просит присоединить к делу заявление о том, что его подзащитного пытали. Суд отклонил все ходатайства. В перерывах бойцы общаются с родными. Приехали и активистки из Киева, передают за решетку красно-черный флаг и делают селфи на память. Но как только судьи возвращаются, адвокаты подают очередное ходатайство. Вернуть прокурорам обвинительный акт. Он не отвечает требованиям ни о том, ни о процедуре его вручения. Он не вручался. Он не вручался, не пришел в обвинительный акт до суду без вручения обвинительным и защитникам. На этот раз суд удовлетворил требования адвокатов. В прокуратуре пока не понимают мотивов такого решения. Нема подстав других, в том числе для закрытия криминального проведения. Но суд проголосил короткий текст ухвали, это предоставлено ст. 376 КПК Украины, в котором он заявил, что своим решением они возвращаются в стране обвинительного акта. Теперь ГПУ будет решать, вносить ли изменения в обвинительный акт или оспаривать решение суда. И непонятно, когда же начнется судебное разбирательство. Не исключено ни раньше осени. Ведь Мукачевский суд уже отказывался рассматривать дело, мотивируя тем, мол, период летних отпусков. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. На сегодня все с подробностями, но я с вами напоминаю, не прощаюсь. Через несколько минут мы встретимся в студии ток-шоу «Черное зеркало». Тем сегодня, как вы уже поняли, очень много. Все они важны. Обещаю вам, эфир будет непростым, но очень интересным. Присоединяйтесь ровно в 21.00. Редактор субтитров А.Семкин